Раз я остался один, значит в студии прибавилось. У нас гости, я рад их представить. Илья Виденмейер, юнга объединения «Юный судоводитель» и Яковлева Ольга, директор детского морского центра. Доброе утро. Я знаю, что Илья побывал недавно в кругосветном путешествии, верно? Да. Расскажи, как там было вообще и что такое кругосветка? Ну, кругосветка – это когда парусник или любое абсолютно судно проходит вокруг всей земли, огибая все меридианы. Ну, а как тебе удалось все-таки стать участником такого путешествия? Ну, из-за того, что я хожу в морской клуб, мне и предоставилась возможность туда попасть, потому что отбор был… Ну, происходил отбор. Нам повезло стать участниками одного юнгу из четверых, которые участвовали в этом переходе. Это участвовали юнги России. Это участники всероссийских сборов юных моряков «Дорога в море», которые ежегодно проводит общественная организация «Молодежная морская лига» при поддержке фонда президентских грантов. Было принято решение в эту кругосветку отправить юнг наравне с курсантами. И отбирались юнги участники, призеры этих всероссийских сборов. Вот одним из четверых стал наш Илья. Ну, мы уже у себя отбирали, конечно. Илья, сколько длилось путешествие? Что вы там делали? Длилось путешествие три с половиной месяца. Мы работали на мачте, работали на судне в плане «Красили». Приводили судно после «Дока» в порядок, потому что судно было только-только в «Доке». И после ремонта надо было его привести в порядок, навести на нем, так скажем, красоту. У меня сразу возникает самый главный вопрос. Ваше самое яркое впечатление. Что вы видели? Может быть, каких-то громадных морских чудовищ или ледины Антарктиды? Нет, к сожалению, ледины Антарктиды мы не увидели. Но самые яркие впечатления были, когда мы только в первый раз поднимались на мачту. Вот. Высор... Все трясется, ты стоишь на железном тросике. Обязательно нужно туда подниматься, да? Да, обязательно. Ну, не будь мне, моряков. Какие страны вы посетили? Мы посетили Западное Самоа, посетили Французскую Полинезию, остров Таити, посетили Чили и Аргентину. Вот. Также пролетом были через Мадрид, через Испанию. Ольга Николаевна, какие сложности, какие испытания прошли юнги, чтобы попасть вот в это путешествие? Какие конкурсы? Ну, на самом деле, сложности никаких мы ребятам не устраиваем. Они проходят достаточно хорошую подготовку. Ну, наверное, в любом, кого бы я могла направить с нашего центра, я уверена на 100%, что это ребята достойные, мужественные, это юнги, которые наши учреждения не подведут, а представят Ялту и Республику Крым достойно. Мы тоже так думаем. Сомнений нет. А какие дисциплины вы изучаете? Вот, я не знаю, навигация, география, что? У нас, на самом деле, многопрофильные учреждения. Это учреждения дополнительного образования, поэтому они осваивают образовательные программы, те, которые они для себя выбирают, но есть обязательные. В частности, Илья пришел, ну, как и многие в одногруппнике изначально, в морское многоборье, да, отзанимавшись несколько лет. Они уже перешли старше, дальше в объединение, в котором они сейчас непосредственно занимаются, юный судоводитель. Там, конечно, они изучают и навигацию, и, ну, уже более серьезный, да, курс. Сейчас, я думаю, он сумел познакомиться со многими специальностями, находясь на борту парусника, и более осознанно сделать дальнейший выбор, ну, самоопределиться, наверное. Илья, сколько вы знаете узлов морских? Где-то около 24. И все они пригождаются в морской службе? В основном нет. То есть это какой-то такой атовизм, да, вот, изучение этой техники? Ну, как для общего развития пригождаются в основном где-то узлов пять. Какие? Беседочный, рифовый, прямой, шкотовый, простой штык. Ну, так как-то. Я когда-то занимался спелеологией, там совсем другие узлы, мы с такими не сталкивались. На самом деле, я думаю, вы с ними сталкивались, просто тот же беседочный называется «Булинь», да? Да, «Большой булень», конечно, есть. Но все назад название, да? Ольга Николаевна, вы прекрасная хрупкая женщина. Спасибо. Таким образом, каким морским ветром вас занесло в такую неженскую специальность? Вы знаете, я в морском центре просто родилась, на самом деле, в буквальном смысле этого слова. У меня мама работала, и я еще, вот, будучи в утробе, там уже была. Вот, соответственно, выросла, прошла через все кружки, объединения, паруса, шлюпки, греблю. В кругосветном путешествии не были? К сожалению, мне так не повезло. Ну, я могу сказать, что Илья у нас первый, собственно, в нашем центре, хотя мы работаем с 82-го года. Вот сейчас, благодаря вот молодежно-морской лиге, это первый юнга, который попал в такое путешествие. Мы были на практике, на паруснике Херсонес ребята бывали, но это переходы по Черному морю совсем небольшие. А здесь, конечно, опыт, мы все по-хорошему белой завистью завидуем. Это невероятно круто, я вот, не знаю, такая возможность выпадает, вот, немногим же, да, такое выпало, вот, правда, три лидера? С ним были юнги из Ярославля, республики Мариэл и Сургут. Скажите, а сколько вообще учеников в детском морском центре глядит? Ну, у нас сейчас больше, чем 600 занимаются. 600? Ну, это полтысячи, это и сумма. Ну, на самом деле, нам государство ставит задачи, сколько должно быть для каждого педагога детей, мы стараемся их выполнять. У нас получается, единственное, конечно, с базой сложно, уже начинаем не вмещаться, потому что учреждение уникальное, потому что в республике Крым оно осталось одно профильное. Во времена Союза, в общем-то, по всему Союзу их было очень много, и в том числе в Крыму были, да, и наверняка Керчь, Феодосия, Евпатория. Вот сейчас, в 2015 году еще один оставался, морской центр в Евпатории, вот он закрылся. Все, мы остались одним профильным учреждением в Крыму. Ольга Николаевна, Илья, большое вам спасибо, что вы пришли к нам в гости. А я хочу напомнить, что у нас сегодня в нашей студии Илья Виндермеер, Юнга, объединение юный судоводитель, и Ольга Яковлева, директор детского морского центра. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам в гости. Мы будем рады видеть вас еще раз, и мы желаем совершить вам еще больше кругосветных путешествий. Ну, Илье еще больше, а вам свое первое отправится.